Девушки отдыхают Сидя в камере, Савенков в статьях и письмах восхищался теперь новой России и приглашал иммигрантов вернуться на родину. Зачем он это делал? Почему служил тем, кого ненавидел? Спасал свою жизнь. Председатель ОГПУ Феликс Дзержинский сказал тогда Савенкову, держать вас в тюрьме нам неинтересно. Вас надо бы расстрелять или дать вам возможность работать с нами. Вы посидите несколько месяцев в очень хороших условиях, а там будете помилованы. Но дни шли, а его не выпускали. 7 мая 1925 года Савенков передал уполномоченному контрразведывательного отдела ОГПУ Валентину Ивановичу Спиранскому, который занимался его делами, возил по городу, отдавал статьи в газеты. Письмо Дзержинскому с просьбой решить наконец его судьбу. Или освободить, или ясно сказать, что он не будет освобожден. Тюремное заключение, писал Савенков, то есть вынужденное безделье для меня хуже расстрела. В тот же день Спиранский забрал Савенкова из камеры. Сотрудники контрразведывательного отдела Сергей Васильевич Пузицкий и Григорий Сергеевич Сыроежкин в 8 вечера повезли Савенкова кататься в Сокольнике. Сыроежкин и Пузицкий – заметные фигуры в истории советской разведки. Через полгода Сыроежкин повезет на прогулку арестованного британца Сиднея Рейли, которого ловко заманили в советскую Россию. Шофер сказал, что машина сломалась. Все вышли пройтись. Сотрудник ОГПУ Ибрагим Абисалов выстрелил Рейли в спину. Поскольку он еще дышал, то Сыроежкин добил его выстрелом в грудь. Имя старшего майора госбезопасности Сыроежкина, удостоенного ордена Ленина и расстрелянного в феврале 1939 года занесено на мемориальную доску службы внешней разведки. Сергей Пузицкий в январе 1930 года в Париже участвовал в похищении бывшего белого генерала Кутепова. Генерала живым до Москвы не довезли. То ли он умер сам, то ли его убили. Заслуги Пузицкого привели его на пост заместителю начальника особого отдела, потом полномочного представителя ОГПУ в Северо-Кавказском крае. В 1935 году ему присвоили звание комиссара госбезопасности третьего ранга. А через два года с должности начальника Дмитровского лагеря НКВД арестовали и расстреляли. Но для Савенкова прогулка завершилась благополучно. В 11 вечера все вернулись на Лубянку. Сидели в кабинете Пузицкого номер 192 на пятом этаже здания ОГПУ на улице Лубянка, дом 2. Ждали надзирателей из внутренней тюрьмы, которые должны были отвезти Савенкова в камеру. У Валентина Спиранского разболелась голова, он прилег на диван. Сергей Пузицкий вышел. Как сказано в документах, Савенков внезапно вскочил на подоконник открытого окна и выбросился вниз, на заасфальтированный двор. Когда прибежали чекисты, Савенков был уже мертв. Громадным подспорьем Савенкова была его биологическая храбрость, писал человек, который был рядом с ним в 17-м году. Смертельная опасность наполняла его душу особой, жуткой радостью. Смотришь в бездну и кружится голова, и хочется броситься в бездну, хотя бросится погибнуть. Не раз бросался Савенков вниз головой в постоянно манившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменной плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ. Последний главнокомандующий Белой армией барон Петр Николаевич Врангель был прекрасным кавалеристом, решительным и умеющим брать на себя ответственность. Впрочем, некоторые считали его ограниченным человеком. Как выразился один из знавших его людей, Врангель так и остался ротмистром кавалергарского его величества полка. Но большинство армии его поддерживало. Высокого роста, с зычным голосом, он нравился не только солдатам, но и гражданскому населению. Встречали его восторженно. Приехав в Ростов, который стал временной столицей Юга России, Врангель решил сходить в театр. Взял ложу во втором ярусе и стал смотреть «Птички певчие». Исполнители и постановка вспоминал, что Врангель были весьма посредственными, но ему хотелось послушать музыку. Однако досмотреть спектакль ему не удалось. На авансцену вышел человек и обратился к публике. В то время, как мы здесь веселимся, там, на фронте, геройские наши войска борются за честь единой, великой и неделимой России. Мы всем обязаны этим героям и их славным вождям. Я предлагаю приветствовать одного из них, находящегося здесь, генерала Врангеля. Публика аплодировала. Из театра Врангель отправился сюда, в полос-отель. Он хотел поужинать, но сделать это ему не удалось. Едва он вошел, как раздались крики «Ура!», оркестр заиграл тушь, и вся публика встала. Врангель сел за единственный свободный столик, и сразу же к нему потянулись с бокалами чокотца. Знакомые, незнакомые расспрашивали о положении на фронтах и поздравлялись с победами. Врангель был тогда очень популярен. Но когда весной 1920 года он принял под командование Белую армию, в его распоряжении оставался уже только полуостров Крым. Врангель понимал, что его попытка продолжить войну безнадежна. Сказал главному военному священнику, митрополиту Вениамину. «Почти нет никаких надежд на дальнейший успех добровольческого движения. Армия разбита, дух пал. Оружия почти нет, конница погибла. Финансов никаких. Территория ничтожна. Союзники ненадежны. Большевики неизмеримо сильнее нас и человеческими ресурсами, и вооруженным снаряжением». Армия Врангеля была слишком слаба, чтобы противостоять красным. Численность белых была невелика. 41 тысяча штуков, 17 тысяч сабель, около тысячи пулеметов, 250 орудий, 19 бронепоездов, 19 танков, 26 бронеавтомобилей и 34 самолета. В истории утвердилось представление о том, что построенные под руководством французских и английских инженеров укрепления превратили Крым в неприступную крепость. Это не так. В ночь на 8 ноября 1920 года части Красной армии обошли укрепленный Перекопский вал через Севажский пролив. К концу дня заняли Литовский полуостров и зашли в тыл к белым войскам. В ночь на 9 ноября, боясь окружения, белые отошли. Иначе говоря, боишь ли всего одни сутки? 10 ноября сопротивление белых практически прекратилось. Врангель принял решение эвакуироваться. Союзники предложили принять белую армию и всех, кто бежит от большевиков, на территории разгромленной в Первую мировую Оттаманской империи. «Холодно», – вспоминал один из тех, кто прощался тогда с Россией. «Дико завывает ветер. Он то утихает, то с новой страшной силой бьет в лицо, проникая в самую душу. От его диких завываний и на душе становится пусто, тоскливо. Вокруг поля, поля. Они набухли от нескончаемого осеннего дождя и стали какими-то черными и грустными. Почему все так тоскливо? Почему? Потому что мы, сыны могучей России, покидаем свою дорогую родину. Под копытами конницы хлюпает грязь, моросит дождь. Впереди во главе штабного конвоя бьется изорванный флаг. Прощай, дорогая родина». Командование Белой армии мобилизовало весь флот для вывоза не только военнослужащих, но и пожелавшего эмигрировать гражданского населения. Но, понимая, сколь тяжкой будет жизнь на чужбине, всем уже погрузившимся на борт было предложено еще раз подумать, действительно ли они хотят покинуть Россию. Самоходная баржа обошла все суда, решивших остаться забрала и доставила на пристань. Последние суда ушли из Крыма на рассвете 15 ноября. После этого полуостров оказался в полной власти Красной армии. И началось массовое уничтожение белых офицеров, которые не решились покинуть родину. Расстрел врангелевских офицеров – это была идея Сталина. Он заранее предупредил Москву. «Приказ о поголовном истреблении врангелевского командного состава намереваемся издать и распространить в момент нашего общего наступления. Это обещание Сталин выполнил». Белая армия потерпела поражение. Ее остатки покинули Россию и эвакуировались в Турцию, занятые войсками союзников. Казачьи части были отправлены на остров Лемнос и на французский берег Мраморного моря, Чаталджу. Пехотные части – корпус генерала Кутепова, кавалерийский корпус генерала Барбовича и артиллерия расположились на полуострове Галлиполе. Гражданские беженцы разместились в окрестностях Константинополя и в самом городе, в казармах и общежитиях. «В Галлиполе была осень, вспоминал один из солдат Белой армии. Шли дожди и приходилось спать на земле, так как палаток еще не было. Голод, холод, слякоти, многое другое. Наш лагерь расположили в семи верстах от города, в долине Рос и Смерти. Так называли ее англичане, которые не выносили лихорадки, укусов змей и скорпионов, которых здесь было множество. В результате революции и гражданской войны за границей оказалось минимум 2 миллиона человек, которых разметало по всей Европе. Огромная русская эмиграция поделилась на тех, кто пытался продолжать войну против большевиков, на тех, кто решил с ними примириться, и на тех, кто просто влачил тяжкое существование далеко от России». Военная эмиграция составила примерно 10% покинувших Россию, около 250 тысяч человек. Пока войска располагались в Турции, Белая армия еще существовала и подчинялась генералу Врангелю. Потом, когда все сняли погоны и пытались устроиться на чужбине, войсковые формирования сохранялись лишь формально и больше походили на клубы ветеранов. Но советское руководство исходило из того, что эмиграция представляет собой военную силу, которая готовится к новой интервенции. Заместитель председателя ОГПУ Вячеслав Рудольфович Минжинский разработал тактику выманивания врагов из-за рубежа. Главная задача таких оперативных игр состояла в том, чтобы завлечь в советскую Россию руководители белой эмиграции и их уничтожить. Летом 1924 года заманили в Москву Бориса Викторовича Савенкова, которого считали чуть ли не самым опасным врагом советской власти. Минжинский получил редкий по тем временам Орден Красного Знамени. Борис Викторович Савенков – непримиримый противник советской власти, один из самых знаменитых террористов 20-го столетия. Дворянин, член боевой организации партии эсеров, он участвовал во множестве терактов. Организовал убийство министра внутренних дел и шефа жандармов Вячеслава Константиновича Плеева и великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и командующего войсками округа. Савенкова поймали и приговорили к смертной казни. Он бежал из страны. За ним следило около сотни агентов заграничной агентуры Департамента полиции. Но помешать его террористической деятельности царская полиция не смогла. «Я видел Савенкова впервые в 1912 году в Ницце», вспоминал писатель Александр Куприн. «Тогда я залюбовался этим великолепным экземпляром совершенного человеческого животного. Я чувствовал, что каждая его мысль ловится послушно его нервами, и каждый мускул мгновенно подчиняется малейшему намеку нервов. Такой чудесной машины в образе холодно-красивого, гибкого, спокойного и легкого человека я больше не встречал в жизни. И он неизгладимо ярко оттиснулся в моей памяти». Борис Савенков вернулся в Россию из эмиграции 9 апреля 1917 года. Его встречали торжественно с оркестрами, знаменами и речами. 8 мая 1917 года военный министр Керенский назначил Савенкова комиссаром 7-й армии Юго-Западного фронта, где готовилось наступление. Савенков писал матери. «Я работаю 16 часов в сутки и не успеваю сделать всего. Десять последних дней возился с крупными волнениями в одном из корпусов. Не прибегая к вооруженной силе, добился успокоения. Главнокомандующий меня благодарит. Керенский при всех сказал, там, где Савенков, там победа». Наступление закончилось неудачей. Но Керенский сделал Савенкова управляющим военным министерством. На этой должности Борис Викторович затеял сложную интригу, надеясь превратить генерала Лавра Корнилова в военного диктатора. Затея рухнула. Кто-то точно заметил, что Савенков при его страсти к интригам и заговорам был бы уместен в средние века в Италии, но ему совершенно нечего делать в Петрограде. СССР Борис Савенков ненавидел большевиков и сражался с ними всю гражданскую войну. После проигрыша Белого дела бежал из страны. Обосновался в Париже. Теперь Савенков делал ставку на то, что крестьяне восстанут и сбросят советскую власть. Он верил в успех крестьянской войны против большевиков. Искал союзников и единомышленников по всей Европе. А его искали чекисты. 19 января 1921 года Дзержинский писал «Ко мне уже несколько раз обращались добровольцы из бывших эсеров разных толков с предложением убить Савенкова. Я отклонял эти предложения, так как считаю, что такая авантюра нам никогда никакой пользы причинить не может, а может быть санкцией для их актов против наших товарищей». Савенкова решили заманить в Россию. 12 мая 1922 года начальник контрразведывательного отдела ГПУ Артузов и заместитель начальника секретно-оперативного отдела ЕГОДА подписали циркулярные письма о Савенковской организации с требованием поднять все старые дела, взять на учет всех его выявленных сотрудников и соратников, принять меры к проникновению в его окружение. Контрразведывательный отдел ГПУ разработал типовую операцию «Синдикат-2». Создали мнимую антисоветскую подпольную организацию, которая пригласила Савенкова побывать на родине и гарантировала ему безопасность. От имени группы «Либеральные демократы» выступал Андрей Павлович Федоров. Он окончил юридический факультет Харьковского университета. Сначала был эсером, потом присоединился к большевикам. С 1920 года тайно служил в ВЧК. Конечно, Савенков сомневался, можно ли ехать. Но бежавшие из России военные политики хотели верить, не могли не верить в то, что в России крепнет антибольшевистское движение. Друг и соратник Савенкова Александр Аркадьевич Дикгоф-Деренталь вспоминал. Савенкову казалось, что о происходящем в России мы имеем неверные сведения, что здесь уже образовалась новая Россия, новый быт, новые отношения, которых мы за границей по оторванности нашей совершенно не знаем. И нужно самому ему видеть все, дабы принять то или иное решение. Жена Дикгоф-Деренталя, Любовь Ефимовна, родилась в Париже и училась в Саргоне. Отец француз, мать русская. В 1918 году она познакомилась с Савенковым. Через год у них начался роман. При этом Савенков продолжал дружить с ее мужем. Отправленные Савенковым в Россию люди были арестованы. И, спасая свою жизнь, согласились сотрудничать с чекистами. Они и помогли устроить Савенкову ловушку. Его поимкой руководили помощник начальника контрразведывательного отдела УГПУ Сергей Васильевич Пузицкий и Филипп Демьянович Медведь, в ту пору полномочный представитель УГПУ по Западному краю. Полномочное представительство УГПУ по Западному краю находилось здание у меня за спиной. Отсюда и взяли оперативную группу для ареста Савенкова. Но ни один человек, кроме самого Медведя, не знал, кого собираются брать. Этим делом занимались москвичи. Савенкова и его группу чекисты ровно в полночь аккуратно перевели через границу. Каждый шаг был продуман, и Савенков ничего не заподозрил. И вдруг записывала в дневнике Диггов Деренталь. Всюду, спереди, сзади и наверху, шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак. Утром разбилось зеркало, и сегодня пятница. Дурной день. До Минска нам предстоит сделать 35 верст. Мед, опьяняющий воздух. А в голове одна мысль. Поля, Россия, леса, Россия. Деревня, тоже Россия. Мы счастливы. Мы у себя. На заре привал. Гостей угощают водкой, колбасой. Хлеб купить забыли. В столицу советской Белоруссии Савенков и другие вошли пешком. Увидев, что Эмма устала, Сергей Пузицкий, выдававший себя за врага большевиков, нанял извозчика. Вот сюда провезли Савенкова и его друзей. Здесь, конечно, все изменилось. Ничего не осталось от того времени, кроме дома, который находится у меня за спиной. Дом в ту пору был жилой и, среди прочих, там была квартира полномочного представителя ОГПУ Филиппа Демьяновича Медведя. Так вот, чекисты, не бодрствуя лукаво, решили Савенкова взять прямо в квартире Медведя. На первом же допросе Савенков начал давать показания. В протоколе зафиксировано его заявление. Я не преступник. Я военно-пленный. Я вел войну и я побежден. Я имею мужество открыто это сказать. Я имею мужество открыто сказать, что моя упорная, длительная, не на живот, а на смерть, всеми доступными мне средствами борьба не дала результатов. А раз это так, значит, русский народ был не с нами, а с коммунистической партией. Плох или хороший русский народ, заблуждается он или нет, я, русский, подчиняюсь ему. Судите меня, как хотите. Борис Савенков сделал все, что от него требовали чекисты. Публично покаялся и призвал недавних соратников прекратить борьбу против советской власти. Политбюро 18 сентября 1924 года приняло директиву для советской печати. Савенкова лично не унижать. Не отнимать у него надежды, что он может еще выйти в люди. В первые майские дни Савенков записал в дневнике. Который год я не вижу весны, почти не вижу природы. В городе стены, но все-таки иногда зеленые дни. А в тюрьме только запах от шумевшего по мостовой дождя, да чахлые листики во дворе. Болят глаза и в голове копоть. Пишу со скрежетом зубовным и ничего не выходит. Просижу еще год и совсем одурею, выйду стариком. Это последняя запись в дневнике. Борис Викторович надеялся на освобождение. Убедившись, что выпускать его не собираются, выпрыгнул из открытого окна. Хотя в комнате вместе с ним находились двое чекистов. Окна выходили во внутренний двор. Так что лишних свидетелей смерти Савенкова не было. Любившая его до последних дней Дигов Деренталь сказала чекистам. Это неправда. Вы его убили. Сын Савенкова от первого брака, он жил в России, со временем расскажет, что во время свидания в тюрьме услышал от отца. Услышав, что я наложил на себя руки, не верь. Провал Бориса Савенкова ничему не научил эмигрантов. В декабре того же года бывший депутат Государственной Думы Василий Васильевич Шульгин поверил мнимым монархистам, подпольщикам и перешел границу. Ему позволили проехать по стране и благополучно ее покидывать. Расчет оправдался. Шульгин написал про советскую книгу «Три столицы». История Бориса Савенкова, который попал в ловушку и выбросился из окна – самый яркий эпизод в истории противостояния эмиграции и советской власти. Но действительно ли русская военная эмиграция представляла опасность для Москвы? Рассеянные по всей Европе, если не сказать по всему миру остатки добровольческой армии, лишь с большой натяжкой можно было рассматривать как непосредственную угрозу для страны. Но в Москве по-прежнему полагали, что в случае большой войны в Европе противники Советского Союза неминуемо обратятся за помощью к белогвардейцам. На открытии 10-го съезда партии утром 8 марта 1921 года Ленин говорил «Мы в первый раз собираемся на съезде, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами и империалистами всего мира, на территории Советской Республики нет. Это мы завоевали. Конечно, мы далеко еще не завоевали этим всего и ни в каком случае не завоевали этим того, что мы завоевать должны. Действительное освобождение от нашествий и вмешательств империалистов. Наоборот, их военные действия против нас приняли форму менее военную, но в некоторых отношениях более тяжелую и более опасную для нас». Война продолжалась. За границей советская разведка вела борьбу против эмигрантских организаций. А внутри страны искореняли тех, кто в гражданскую воевал на стороне белых, кто был или казался врагом новой власти. Это стала трагедией. Почему все-таки Россия поддержала красных, а не белых? Сегодня историки предлагают новый и, может быть, неожиданный ответ. Россия поддержала не столько коммунистические идеалы, сколько сильную власть. Когда большевики взяли Зимний дворец, это была не революция, а контрреволюция. Октябрь отменил почти все демократические завоевания, которые дал Россия февраль. Но демократии и свободой, похоже, никто и не дорожил. Страна, напуганная хаосом и анархией, приняла большевиков как сильную и уверенную в себе власть. Эпоха февраля была слишком недолгой, чтобы демократические традиции укоренились. Для этого требуются не месяцы, а десятилетия. Идеалы демократии просто не успели утвердиться. Крестьяне не знали иной формы правления, кроме самодержавной монархии и вертикали власти. Они за несколько месяцев 1917 года не успели осознать смысл тайного и равного голосования. К октябрю 1917 года все были подавлены, измучены, истощены. Страна не выдержала испытания свободой. Большевики нашли отклик в массовом сознании российского общества. Большевизм, писал замечательный философ Николай Бердяев, оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году и наиболее верным некоторым исконным русским традициям и русским исканием универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским методом управления и властвования насилием. Только кажется, что за Лениным пошли лишь те, кто мечтал продолжить революционный разгул. Напротив, большинство привыкло полагаться на начальство и не выдержало его отсутствия. Исчезновение государственного аппарата, который ведал жизнью каждого человека, оказалось трагедией. Большевиков поддержали те, кто жаждал хоть какого-нибудь порядка, кто повторял «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». По-прежнему я далеко не коммунист, записывал в дневнике 1 января 1921 года известный историк Николай Дружинин. Считаю утопичными многие из пунктов программы, безобразными и нецелесообразными многие из действий власти. Но я уверен, что только коммунисты, одухотворенные великой идеей, способны идти вперед и преобразовывать ломающуюся жизнь. Промежуточные течения потерпели полное банкротство и не могут служить никакой точкой опоры. Жизнь за тех, у кого сила, воля и бодрость. Энергия и подъем российской коммунистической партии – показатель жизненности и победоносности ее основных идей. Люди верно угадали, что большевики установят твердую власть. Значительная часть общества не симпатизировала большевикам, но всего за несколько месяцев успела возненавидеть демократию. Одним из первых это почувствовал бежавший от большевиков в Харбин профессор Николай Васильевич Устрялов. Из-за Машки-то у большевиков все старые, привычные, истинно русские, писал Устрялов. Разве вот только вывеска другая? Прежде православие, самодержавие, ну а теперь пролетарии всех стран. А сущность все та же. Заставить, арестовать, сослать, казнить. Большевики, родные братья царя Николая, как бы они к нему ни относились. Их ненависть к нему есть жгучая ненависть соперников, борющихся равными средствами и обладающих одинаковым кругозором. Николай Устрялов первым заговорил о том, что именно красные в состоянии восстановить русское великодержавие. Бывший член кадетской партии, бывший сторонник адмирала Колчака Устрялов в эмиграции поддержал большевиков, видя в них подлинных выразителей русского национального духа. Он считал логичным отказ Советской России от демократии. Сама жизнь выдвигает компактную волевую ударную власть. Лишь она одна способна справиться с задачами, взваленными историей на плечи современного государства. Массы отрекаются от своей непосредственной власти. Измученные смерчем войн и революции народы хотят одного – спокойствия и порядка. Они спешат уступить эту высшую власть активному авангарду, инициативному меньшинству, обычно завершенному инициативнейшей фигурой, авторитетной волей вышедшего снизу вождя. Отсюда культ Ленина в России, Муссолини в нынешней Италии. Рождается новая аристократия, по-своему народная и по существу передовая. Аристократия черной кости и мозолистых рук. Белая кость и голубая кровь в прошлом. Шумливый век демократии поглотил, запачкал, обесцветил и ту, и другую. Но он же взрастил побеги новой правящей знати рыцарей без страха. Власть народная, но не демократическая. Власть крутая, но понятная народу, вышедшая из масс, но массы прибирающая к рукам. В 1935 году Николай Устрявов вернулся в Россию, чтобы преданно служить этой новой власти. Но она его в 1937 году расстреляла. После окончания гражданской войны и принятия новой экономической политики, страна находилась на распути. Путь к тоталитарному правлению вовсе не был предопределен. В Советской России при большевиках мог сложиться жесткий, даже авторитарный режим, но без репрессий, раскулачивания и уничтожения крестьянства. И даже с некоторыми демократическими институтами. И как многие другие европейские государства, которые в 20-е годы 20-го столетия прошли через авторитарное правление, Россия постепенно двигалась бы к полноценному многопартийному демократическому устройству. Пока еще в начале 20-х годов была, возможно, какая-то дискуссия, наиболее образованное, думающее меньшинство партии большевиков пыталось предложить более мягкую модель развития. Если бы исполнилась воля Ленина, и Сталина убрали с поста генерального секретаря, главой партии и государства оказался бы вовсе не Троцкий, а какой-то другой человек, скажем, вполне разумный Алексей Иванович Рыков. Совсем несложно предположить, как сложилась бы история нашей страны. Не было бы массовых расстрелов, лагерей, голода, близорукой внешней политики. В России Гитлер или не решился бы напасть на Советский Союз, или Красная Армия, в которой не уничтожались бы годами командные кадры, не пустила вермахт дальше Днепра. Но к власти пришел Иосиф Виссарионович Сталин, создавший в стране тоталитарную систему, что обошлось России в миллионы жертв. Писатель Михаил Пришвин записал в дневнике 4 июля 1930 года. Можно думать, что личная диктатура должна завершить революцию неизбежно. Потому что из множества партий у нас, после падения царизма, в конце концов взяла верх одна и уничтожила все другие. Так точно и внутри партии происходит отбор личностей, исключающий одного другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин. Человек действительно стальной. Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния. Дикий человек Кавказа во всей своей наготе. Мистика погубила царя Николая II. Словесность погубила Керенского. Литературность Троцкого. Этот гол прям честен. Вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. Под оболочкой советской власти, убежденно писал эмигрант Василий Шульгин, совершаются процессы огромной важности, ничего не имеющие общего с большевизмом. Наши идеи перескочили через фронт. Как это не дико, но это так. Знамя Единой России фактически подняли большевики. Социализм смоется, но границы останутся. Большевики восстанавливают военное могущество России, восстанавливают границы российской державы до ее естественных пределов, подготавливают пришествие самодержца Всероссийского. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям, считал Шульгин. У него нижняя челюсть одинокого вепля. Большевики воображают, что они насаждают социализм в России, а вместо этого выковывают будущую страшную, крепкую, сильно спрессованную и национально до шовинизма настроенную Россию. Сегодня историки все чаще задаются вопросом, почему результатом революции становится еще большее укрепление государственного аппарата, против чего, собственно, и затевалась революция. Выходит, что революция разрушает только фасад, а сама система мало меняется. Архаика всякий раз берет верх над модернизацией. Гражданская война была тотальной, потому что вне войны не остался ни один район, ни один город. Она втянула в мясорубку все население страны и привела к огромным потерям и разрушению экономики. Гражданская война закончилась разрухой и развалом промышленности, финансов и аграрного сектора. Считается, что непосредственно в боях погибли 500-600 тысяч человек, но миллионы умерли от голода, болезней, разбоя и репрессий. Еще два миллиона эмигрировали. Те, кто остался, вышли из войны озлобленными и ожесточенными. Можно подсчитать, сколько взорвали и сожгли заводов. Разрушение морали и нравственности не поддается оценке. Одержав победу в гражданской войне, новые хозяева страны вошли во вкус. Человек с ружьем стал главным и наиболее убедительным инструментом в острой политической борьбе, которая, не прекращаясь, шла в правящей верхушке. Даже не было нужды приказывать убивать. От добровольцев отбоя не было. Тоталитарное государство не только уничтожало, но и развращало. Академик Иван Павлов писал Вячеславу Молотову, тогда второму человеку в Кремле. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. С другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. В страхе или за деньги, квартиру, а то и просто в надежде на благосклонность начальства доносили на родных, соседей и сослуживцев. Немалому числу людей служба в ГУЛАГе и на Лубянке создавала привилегированный образ жизни. В этой системе служил примерно миллион человек. Вместе с семьями это несколько миллионов. А если еще учесть партийный и государственный аппарат и их семьи? «Победил новый антропологический тип», – писал философ Николай Бердяев. «Появился молодой человек во Френче, гладко выбритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одержимый волей к власти и проталкивающийся в первые ряды жизни. Это он стремительно мчится в автомобиле, сокрушая все и вся на пути своем. Он заседает на ответственных советских местах. Он расстреливает и он наживается». «В России и в русском народе что-то до неузнаваемости изменилось. Изменилось выражение русского лица. Таких лиц прежде не было в России». Так кто же победил в гражданской войне? Очевидный ответ – красный. Но это лишь часть ответа. Победу одержали всеобщая ненависть, бесконечная подозрительность, тотальная аморальность, готовность творить расправу без суда и следствия. А проиграли все – и те, кто вынужден был покинуть страну, и те, кто остался. Вот символические кадры. Это молодой Лаврентий Павлович Берия. Если бы не гражданская война, изменившая судьбу страны его собственную, он бы стал архитектором, а стал палачом. Война закончилась, но война продолжалась. Верные слуги верховного божества Кроноса, годы, сравняли протоптанные многими поколениями следы. И в короткой памяти человека некоторые, когда-то считавшиеся важными события, отступили так далеко, что видны только их контуры, как сквозь серый туман. Но история гражданской войны никогда не исчезнет из памяти. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ